Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада нашему взаимодействию. Давайте сначала проверим связь, насколько вы хорошо меня видите и слышите, чтобы мы могли продолжить наш вебинар. Если все хорошо, меня видно и слышно, то тогда нажмите огонек правым нижним углом. Спасибо, здорово! Как раз хотела попросить, напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии. Благодарю, отлично, очень хорошо. Как раз читаю нашу географию, очень интересно, важно. Представлюсь, меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед высшей эквилизационной категории, дефектолог, нейропсихолог, спасибо. И сегодня мы с вами поговорим об экспериментальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. Информация, представленная мной, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных учреждений и, конечно же, родителям. Как сказал Василий Александрович Сухомлинский, умеете открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал. Малыши хотят узнать как можно больше об окружающем мире. Недаром человеку даны органы чувств, ведь познавая мир, ребенок с самого раннего возраста стремится все потрогать, рассмотреть, понюхать, послушать, попробовать на вкус. Становясь старше, его начинают интересовать различные явления природы. Почему после дождя появляется радуга? Почему идет дождь? Почему идет снег, град и так далее? Почему рыбы плавают, а птицы летают и тому подобное? Познавательная деятельность имеет большое значение в развитии личности ребенка. В результате нее ребенок, наш школьник, учится общаться со взрослыми, со сверстниками, а также делать выводы. И детям становится интересно только тогда, когда они сами делают открытие и получают знания самостоятельно. Сейчас ни для кого не секрет, что ребенок усваивает новые знания, прочные, надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Желание ребенка получить новые ощущения, знания, лежит в основе возникновения и развития экспериментальной деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем чаще и разнообразнее эта деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Система образования в дошкольном учреждении непрерывно совершенствуется. И сегодня воспитатель не просто дает знания воспитанникам, а согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, ежедневно организовывать ситуации, провоцирующие познавательную активность воспитанников. Развивать пытливость ума, ознакомить со свойствами предметов, при непосредственном наблюдении явлений, процессов, формировать умение планировать и анализировать практическую работу – это задачи современной системы образования. Обучение в дошкольных образовательных учреждениях направлено на развитие личности ребенка, чему способствует экспериментальная деятельность, которая помогает выработать у дошкольников самостоятельность, наблюдательность, коммуникативность, умение собирать и обрабатывать интересную информацию. Эксперименты помогают развивать у ребенка творческие способности, логическое мышление. Основная задача дошкольного образования – это поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. И что же такое опытная экспериментальная деятельность? Давайте разберемся. Экспериментирование в дошкольном образовательном учреждении – это эффективная деятельность, направленная на развитие познавательной активности дошкольников. Ребенка-дошкольника нужно заинтересовать экспериментальной деятельностью, поэтому все опыты и эксперименты должны проходить, конечно же, в виде игры. Если у ребенка есть интерес, то он усваивает знания легко и непринужденно, запоминая при этом большое количество информации. Целью опытно-экспериментальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении является развитие стремления к самостоятельному познанию объектов живой и неживой природы. И в качестве задачи опытно-экспериментальная деятельность ставит следующее – это формировать интерес дошкольников к окружающему миру, удовлетворять детскую любознательность, развивать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования и создавать условия для развития самостоятельности, умение устанавливать причинно-следственные связи в природе. Воспитатель работает в данном направлении непрерывно, организует проведение опытов на занятиях, на прогулке, во время тематических досугов, создает ситуации для привлечения детей к экспериментированию в самостоятельной деятельности. Логопед же, если касаемся деятельности логопеда, то логопед организует экспериментальную деятельность на занятиях. Детские эксперименты, как маленькие научные открытия, дети осознают важность проделанной работы, видят свои результаты, которые имеют большую ценность для ребенка. И сейчас я хотела бы отметить этапы развития экспериментальной деятельности. Первый этап – это наблюдение. Первый этап к становлению экспериментальной деятельности. Ребенок наблюдает за объектами живой и неживой природы, замечает происходящие изменения. В результате наблюдения у детей развиваются мыслительные процессы, активизируются мышления, появляются идеи к проведению эксперимента. Второй этап – это размышления. И этот этап подводит к проведению опыта или эксперимента. При наблюдении ребенок начинает размышлять, что помогает ему сформулировать некоторую гипотезу, интересную для него самого и высказать предположения для решения поставленной проблемы. Этот этап предполагает ответ на вопрос «Что будет, если?» и вызывает необходимость придумывать, фантазировать, воображать. Следующий, третий этап – это проверка гипотезы. Здесь уже идет проведение опытов, экспериментов. Ребенок пытается доказать правоту своей гипотезы, предположения. Иногда, да, возникает необходимость измерения, а это позволяет использовать математические знания ребенка. И следующий, четвертый этап – это вывод. На этом этапе ребенок пытается ответить на такие вопросы, как «Как?», «Зачем?», «Почему?», «Подтвердилась ли его гипотеза или нет?». И последний этап подается детям труднее, чем предыдущие. Но если экспериментировать с детьми регулярно, то большинство детей легко с этим этапом справляются. В дошкольном образовательном учреждении целесообразно использовать такие методы приема, экспериментальной деятельности, о которых я сейчас расскажу. Первый метод, о котором я расскажу, – это проблемно-поисковый. Педагог создает проблемную ситуацию. Дети должны предположить пути решения данной проблемы. То есть что? Выдвинуть гипотезу. Далее попытаться доказать свои гипотезы с помощью опытов, экспериментов и сделать выводы. Проблемно-поисковый метод является ведущим для современной системы обучения. Педагог мотивирует детей к активному экспериментированию и стремлению получить результат. В русле проблемно-поискового метода строится большинство занятий в детском саду. Следующий метод – это наблюдение за объектом. Воспитатель организует наблюдение за объектом, помещение или на территории дошкольного образовательного учреждения. Наблюдение и исследование, проводимые во время прогулок, погружают ребят в мир природы, где много разных красок, запахов, звуков. Наблюдение является одной из активных практик опытно-исследовательской деятельности дошкольников. Следующее – это опыты и эксперименты. Экспериментальную деятельность в детском саду можно считать ведущей деятельностью наряду с игровой. Дошкольники с удовольствием участвуют в проведении игр-экспериментов. И начинать проводить опыты нужно с детьми уже младшей группы, чтобы к периоду старшего дошкольного возраста пробудить в них желание самостоятельно экспериментировать. Этот метод исследовательской деятельности развивает у детей наблюдательность, активность, самостоятельность, способствует становлению дружеской атмосферы и сплоченности коллектива. В процессе детского экспериментирования дети учатся видеть и выделять проблему, ставить цель, принимать цель, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки, связи, выдвигать гипотезы, строить сложное предложение, далее отбирать материал для самостоятельной деятельности и делать выводы. Вопрос встает, с какого возраста нужно начинать экспериментировать в детском саду. Частично уже ответила на этот вопрос ранее. В группах раннего возраста малыши уже начинают экспериментировать с объектами. Совместно с педагогом дети учатся проводить эксперименты при помощи сенсорики. Что здесь можно? Размазывание, например, краски по листу, пробование на вкус, испытание на прочность, укусить, бросить, извлечение звука, хлопнуть ладошками, стукнуть твердую поверхность и так далее. С развитием мелкой моторики и координацией движений исследования становятся более интересными, но спонтанность в экспериментировании сохраняется. Дети возраста примерно 4-5 лет, 4-5 лет способны уже к длительным наблюдениям. Их словарный запас активно пополняется. Они уже могут использовать приобретенные навыки в самостоятельной деятельности. И педагог оказывает всяческое содействие, конечно же, детям. Дети 5-7 лет в экспериментальной деятельности вполне уже могут обойтись без помощи взрослого. И если воспитанников старшей группы нужно стимулировать на самостоятельное проведение экспериментальных действий, то в подготовительной группе дети проводят опыты эксперимента самостоятельно. Сами выдвигают гипотезы, проводят эксперименты, фиксируют и оценивают результаты. И резюмируя все то, что я уже озвучила, экспериментальная деятельность в детском саду прослеживается на протяжении всего периода обучения. Понимая значение экспериментирования для психического развития ребенка, мы открыли в нашем учреждении лабораторию, которая оснащена необходимым оборудованием и материалами для работы. И это дает возможность педагогу работать с детьми с малыми группами по интересам, использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом количестве детей. И позволяет не ограничивать ребенка в деятельности по гигиеническим соображениям, таким как испачкаешься, прольешь и так далее. Совместная деятельность педагога в детской лаборатории организуется один раз в неделю. С детьми среднего дошкольного возраста примерно 15-20 минут достаточно будет. С детьми старшего дошкольного возраста уже 25-30 минут. И работа проводится с небольшими подгруппами с учетом уровня развития и познавательных интересов детей. Во время занятия проводится один-два эксперимента с детьми, если берем средний возраст, два-три эксперимента с детьми старшего дошкольного возраста. Опять же, в зависимости от сложности здесь варьируем. И структура проведения занятий, игры, экспериментирования такова. Первое – это постановка, формулирование проблемы. То есть здесь ставим познавательные задачи. Далее, второй момент – это выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми. Далее идет проверка гипотез, после этого подведение итогов, вывод, фиксируются результаты и далее уже вопросы детей. Для положительной мотивации деятельности дошкольников используем различные стимулы, внешние стимулы, такие как новизна, необычность объекта. Еще тоже детям очень нравится тайна, сюрприз, мотив помощи, познавательный мотив, почему так. И ситуация выбора. Работа в детской лаборатории начинается с экскурсии, во время которой дети знакомятся с ее хозяином. У нас это дедушка Знай, вы можете выбрать другого какого-то хозяина. Кроме того, идет знакомство с оборудованием и правилами проведения. Дед Знай у нас показывает забавные опыты. Кроме дедушки Знай в лабораторию к детям приходит его внук, почемучка, а еще капелька приходит, залетает галчонок Любознайка, кто еще у нас там, приплывает золотая рыбка и другие известные детям персонажи. После проведения экспериментов у детей возникает множество вопросов, особенно у старших дошкольников. В основе этих вопросов лежит познавательный мотив. Их интересует, как выглядит микроб, от чего бывает ветер, с помощью чего издается звук в телевизоре, почему очищенный картофель без воды чернеет и многое другое. Мы не всегда торопимся с ответом, а способствуем тому, чтобы дети нашли его самостоятельно. Дети задают вопросы, вот, спасибо огромное, тоже, как вариант, возьмут на заметку. Благодарю, очень важно. Спасибо за то, что делитесь опытом. И дети задают вопросы, деду знаю, а он либо присылает им в группу книгу или какую-то подсказку, либо предлагает спросить у мамы и папы, а затем рассказать все детям. Но некоторые детские вопросы становятся темами очередной встречи с ним в лаборатории. И деятельность в лаборатории находит отражение в творческой деятельности детей. Так, например, после проведения экспериментов со звуком мы создаем с детьми свои музыкальные инструменты сбросового материала. Часто дети являются активными участниками оформления коллажей по изучаемым темам. Для родителей воспитанников создаются рассуждалки, рассуждалки детей на различные темы. В конце учебного года для старших дошкольников и их родителей проводится открытое занятие, где дети демонстрируют свое умение думать, рассуждать, быть самостоятельным. Если по какой-либо причине нет возможности провести открытое мероприятие, то тогда записываем в силу определенных обстоятельств, которые были не так давно у нас, записываем занятия и потом выкладываем в общий чат, чтобы родители могли посмотреть. И в результате дети все охотнее обращаются за помощью детским энциклопедиям в познавательной литературе. И для проведения опытов, экспериментов в дошкольном образовательном учреждении используются простые приборы, лупы, весы, линейки, микроскопы. Нужно научить детей пользоваться этими приборами, показать им, объяснить, как они действуют. Для экспериментов используются природные, бросовые, супучий материал. Обязательно наличие пробирок, пластиковых тар, пипеток, палочек и так далее. В группе можно отвезти место для детской лаборатории, для уголка природы, где и осуществляется наблюдение, организованная самостоятельная экспериментальная деятельность дошкольников. Тут детям предлагаются дидактические игры, красочные энциклопедии, схемы для проведения опытов. Я их ламинирую, эти схемы, чтобы они дольше служили, очень удобно. Еще также можно предоставить блокноты для зарисовки своих наблюдений и результатов опыта. И хочу рассказать о том, чем можно оснастить детскую лабораторию. Первое это приборы-помощники, микроскоп, увеличительные стекла, чашечные весы, безменно, песочные часы. Песочные часы у нас разных видов на одну минуту, на две минуты, на три, на пять. Компасы, что там еще у нас, вспоминаю. Разнообразные магниты, сюда же и бинокль. Помимо этого, прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации, разного объема, пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки тоже есть. Природные материалы, это камешки, разные фактуры, разного цвета, формы, минералы, глина, разная по составу земля, уголь, крупный песок, мелкий песок, а еще песок разный по цвету, птичьи перышки, прокушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, что еще? Пух, мох, семена, фруктов, овощей и так далее. Что еще? Бросовый материал, кусочки кожи, можно сюда же взять меха, лоскутки тканей, пробки, проволока, что еще? Деревянные предметы, металлические предметы, пластмассовые, формочки-вкладыши от наборов шоколадных конфет, деревянные катушки, тоже и так далее. Технически различные материалы по типу, такие как гайки, винты, болтики, гвозди, различные виды бумаги, обычная бумага, альбомная, тетрадная, калька, наждачная и так далее. Красители, ягодный сироп, акварельные краски, другие безопасные красители. Медицинские материалы, такие как пипетки, колбы, пробирки, шпатали, деревянные палочки, вата, воронки я уже говорила, но можно и сюда воронки отнести, марля, мерные ложечки, резиновые груши разных размеров и прочие материалы, такие как зеркала, воздушные шары, старые пластинки для проигрывателя, спрашивали у знакомых, кто не выбросил, у кого еще остался такой раритет, деревянные зубочистки, масло растительное, мука, соль, прозрачные стекла, формочки, стейки, пилка для ногтей еще у нас тоже есть, таз, спички, спичные крапки тоже здесь же, пуговицы разного размера, иголки, булавки, трубочки для коктейля, соломинки для коктейля, игровое оборудование также, это игры на магнитной основе, рыбалка, пластмассовый клоун, водяная мельница, теневой театр, театр на магнитной основе, ванна для игр с песком и водой, ну и так далее, опять же. В качестве дополнительного оборудования, что нам здесь может пригодиться, это таблицы схемы, коллажей по пройденным темам, журнал исследований, тетради, либо можно завести тетрадь-альбом для фиксации детьми результатов, опытов, рабочие листы, вы можете даже разработать под себя, красиво распечатать, детям тоже это очень все нравится. И основные условия организации работы, это наличие водоснабжения в данном помещении, и выработка педагогам или педагогами совместно с детьми правил безопасного поведения, детской лаборатории и их выполнения, потому что в нашей лаборатории занимаются не только воспитатели, но и логопед тоже. Психолог тоже иногда проводит занятия в лаборатории, поэтому важно, чтобы педагоги находились во взаимодействии, чтобы не получилось так, что один выдвигает определенные правила, а у другого педагога эти правила не действуют. И в помещении лаборатории может быть создан мини-музей. На стеллажах оформляются тематические выставки, например, природа и фантазия. Здесь творческие работы детей, детей-родителей, детей-педагогов, или можно, например, камни-минералы, растения нашего края, коллекции коры деревьев, гербарии, ну и так далее. Цель исследовательской деятельности в лаборатории это способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. Экспериментирование в младшем дошкольном возрасте, развитие воображения зависит от развития чувственной сферы ребенка, поэтому способствует экспериментальная деятельность. С чем же можно экспериментировать в дошкольном возрасте? Например, вода плавает или тонет. Налейте в таз воды и дайте малышу плавающие предметы, игрушки, пробки, дощечки, кораблики. Или, например, переливание воды. Воду можно переливать из кружки в кружку, из кружки в пластиковую бутылку, используя воронку. Растворение сахара. Можно показать, как растворяется сахар. Попробовать сладкую водичку на вкус. Окрашивание воды. Интересно вместе с детьми при помощи кисточки, гуаши, делать разноцветную воду. Воздушные пузыри или бульбочки, как мы их называем, детям тоже очень нравится. С помощью трубочки от коктейля, соломинки, можно сделать воздушные пузыри в стакане. Мыльные пузыри. При помощи специального приспособления взрослые пускают мыльные пузыри, а дети за ним наблюдают, ловят руками. И ловля пузырей вызывает у детей радость, чувство восторга. А можно же предложить, чтобы дети и сами надували эти мыльные пузыри. Еще и дыхательная гимнастика. Впитывание воды. Налить небольшое количество воды в плоскую емкость, опустить туда губку. Что произошло? Вода исчезла, ее впитала губка. С помощью песка строим домики. Можно лепить куличики, делать пасочки. Определяем сыпучесть песка. Песок можно пересыпать из одного ведерка в другое. При помощи совка и воронки насыпать в пластиковую бутылку. Песок можно покрасить еще гуашью, например, как вариант. Другой цвет выкрашиваем. Глина. Размельчаем глину. Сухая глина, твердая, сыпучая. Ее можно размельчать в ступке. Лепка. Из мокрой глины можно лепить. Влажную глину размазывать пальчиком по доске. Что произойдет с поделкой, если ее положить на солнце. А если по высушенному кусочку постучать молоточком и так далее. Растворение в воде. Размешайте глину в воде. Что с ней происходит? Пусть растворенная глина некоторое время постоит. Что вы наблюдаете? И так далее. С камешками можно организовывать экспериментальную деятельность. С камешками ребенок встречается на прогулке. Может видеть на дне аквариума. Попадая в воду, камень меняет цвет. Становится темнее. Камешек в воде тонет. А есть камни, которые плавают. Туф, пемза. А если камешки собрать в жестяную банку, то ими можно еще и погреметь. Их можно бросать в цель. Например, в пластиковую бутылку. Попадать внутрь ведерка. В камешке интересно собирать ведерко, а потом считать. Рассматривать цвет. Гладкие камешки приятно катать между ладоней. Их можно исследовать на шероховатость. Искать в них трещины. Делать гвоздиком царапины. И так далее. А если на камешке капать соком из лимона, то можно увидеть, как некоторые из них шипят даже. С бумагой тоже организуем деятельность. Рвать ее можно, сгибать, превращать в камки. Природный материал сюда же. Косточки от фруктов, крупа, положенные в банки, в бутылки. Они будут издавать разные звуки. При помощи пинцета их можно раскладывать в различные емкости. А можно выкладывать даже целые картины. Нам помощь флористика. Сухие травы, цветы, сухофрукты хороши для развития обоняния. Их можно нюхать, а также использовать для изготовления поделок. Зеркало. С его помощью ребенок познает себя. Водя зеркалом, можно получить солнечного зайчика. В различной вертушке, султанчике, полоске из бумаги. Эти игрушки помогают наблюдать за направлением ветра. Некоторые из них издают звуки при трении у воздуха. Тогда можно услышать песенку ветра. И очень кратко, тогда времени не очень много, презентация доступна для скачивания. Вывела, чтобы не зачитывать задачи экспериментальной деятельности детей среднего, старшего, дошкольного возраста. Сформулированы в таблице. Они перед вами на экране. И план работы в детской лаборатории с детьми среднего возраста. Далее будет старшего. Итак, касаемся сейчас, говорим о среднем возрасте. Расскажу примеры игр, экспериментирования для детей среднего дошкольного возраста. Например, нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем. Здесь нам понадобится ширма с тремя круглыми прорезями для рук и для носа, газета, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла, футляры от киндер-сюрпризов с дырочками, футляр их чеснок, кусочек апельсина, поролон с духами, лимон сахар. И на столе разложены газеты, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, свисток, говорящая кукла. Дед Знай предлагает детям поиграть с ними. Детям предоставляется возможность самостоятельно изучить предметы. В ходе этого знакомства Дед Знай беседует с детьми, задавая вопросы. Например, как звучат эти предметы, с помощью чего вы смогли услышать эти звуки и так далее. И здесь в рамках этой игры игра «Угадай, что звучит». Ребенок за ширмой выбирает предмет, который затем издает звук. Другие дети отгадывают. Они называют предмет, с помощью которого издан звук и говорят, что услышали его ушами. Или игра «Отгадай по запаху». Дети подставляют свои носики к окну ширмы, а педагог предлагает отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? Нам помог нос. Игра «Отгадай на вкус». Педагог предлагает детям отгадать по вкусу лимон, сахар. Или игра «Отгадай на ощупь». Дети опускают руку в отверстие ширмы, отгадывают предмет и затем достают его. Назовите своих помощников, которые помогают узнать нам предмет по звуку, по запаху, по вкусу. Что было бы, если бы у нас их не было? И как раз здесь еще в качестве закрепления на фонеллиграфе с помощью картинок фиксируется назначение органов чувств. Следующее – это прозрачная вода. И здесь задача выявить свойства воды. Такие как прозрачная, без запаха, вльется, имеет вес. Нам понадобятся две непрозрачные банки. Одна будет заполнена водой. Стеклянная банка с широким горлышком. Ложки, маленькие ковшики, таз с водой, поднос, предметные картинки. И описание эксперимента таково. В гости к детям приходит капелька. С детьми обсуждается, кто такая капелька, с чем она любит играть. На столе две непрозрачные банки. Закрыты крышками. Одна из них наполнена водой. И детям предлагается отгадать, что в этих банках. Причем не открывая их. Одинаковы ли они по весу? Какая легче? Какая тяжелее? Почему она тяжелее? Открываем банки. Одна пустая, поэтому легкая. Другая наполнена водой. Как вы догадались, что это вода? Какого она цвета? Чем пахнет вода? И взрослый предлагает детям заполнить стеклянную банку водой. Для этого предлагается на выбор различной емкости. Тут же задается вопрос, чем будет удобнее наливать. Как сделать, чтобы вода не проливалась на стол? Что мы делаем? Переливаем воду, наливаем воду. Что делает вода? Льется. Давайте послушаем, как она льется. Какой мы слышим звук? Когда банка заполнена водой, детям предлагается поиграть в игру «Узнай и назови». Насматриваются картинки через банку. И задается вопрос детям, что вы увидели. Почему так хорошо видно картинку? Вода какая? Прозрачная. Ну и далее вопрос, что мы узнали с вами о воде. Следующее, это тоже не буду зачитывать, план игр экспериментирования, план работы в детской лаборатории с детьми старшего дошкольного возраста. И несколько игр здесь расскажу. Первая игра – это хитрости инерции. Задача здесь познакомить детей с фокусом, основанным на физическом явлении, в таком как инерция. Показать возможность практического использования инерции в повседневной жизни. Отличать, например, сырые яйца от вареных. Нам понадобятся не бьющиеся стаканы с водой, листы бумаги, вареные сырые яйца, передники клеенчатые, но это стандартно, и тарелки. Дед Знай встречает детей, здоровается, интересуется, получился ли у них фокус предыдущий, например, и так далее. То есть какие-то вопросы касаемо предыдущего занятия. Дальше Дед Знай проговаривает, что сегодня я покажу вам новый фокус. Поставьте стакан с водой на лист бумаги, лежащий на столе. Перед вами рисунок. Дети повторяют действия Дети Знай. И Дет Знай говорит о том, что надо быстро выдернуть лист из-под стакана, и фокус получится в том случае, если вы быстро выдернете лист. Дет Знай показывает, как это можно сделать. Дети повторяют опыт. Перед проведением опыта детям необходимо надеть передники. И дальше вопрос задается, почему стакан остался на том же месте, на столе. Стакан стоял неподвижно, стремился сохранить свою неподвижность. И вот это называется инерцией. Дет Знай опять задает вопрос, можно ли с помощью инерции отличить сырые яйца от вареных. И предлагает, положите сырое и вареное яйцо в тарелку, покрутите их. Показывает, как это нужно делать. Дети повторяют. И дальше Дет Знай задает вопрос, когда же они начнут быстро вращаться. Быстро остановите их, как можно скорее уберите руки. Что тогда наблюдаете? Вареное яйцо неподвижно, а сырое вращается. Опять же задает вопрос, почему так происходит. Внутри сырого яйца есть жидкость, которая по инерции движется. И жидкости тоже обладают инерцией. Ну и в конце тоже стандартно задают вопрос, что вам сегодня понравилось больше всего, что нового узнали, о чем бы вы хотели еще спросить меня. Детские вопросы Дет Знай записывает, складывает в сундучок Деда Знай. Или еще тоже интересный эксперимент, «Дети в восторге» от него. Называется электрический театр. И здесь задача этого эксперимента выявить, что на электризованные предметы могут двигаться, что электричество притягивает, а также еще развивается любознательность. Понадобится оргстекло размером 25 на 40 сантиметров, папиросная бумага разных цветов, булавки, две толстые книги, спасибо огромное. Что еще? Две толстые книги, хорошо просушенные шерстяная ткань или варежка, ножницы, шаблоны с фигурками танцующих человечков, либо животных еще, а можно и тех, и тех, простые карандаши, тонкая цветная альбомная тетрадная бумага, полукартон и калька. Что здесь еще? Какая подготовка будет реквизита? Из папиросной бумаги необходимо вырезать фигурки танцоров. Кстати, у вас презентация будет для скачивания, доступна она, доступна. Вы можете ее скачать и по шаблону тут же вырезать, тогда распечатать этот слайд и вырезать. Специально вывела, чтобы вы могли пользоваться. И в ногу каждого танцора втыкается булавка. Лист оргстекла положить на две книги. Это будет подставка. И высоту подставки подобрать нужно, конечно, опытным путем заранее, натирая стекло варежкой. Фигурки разложить под стеклом. Дальше детей встречает фокусник. Опять же, это может быть придумать имя ему какое-то, этому фокуснику, он обращает внимание детей, обращается к ним, что, уважаемые зрители, балет увидеть не хотите ли? Я приглашаю вас в электрический театр. И этому спектаклю каждый будет рад. Дальше он открывает ширму и под музыкальное сопровождение протирает оргстекло шерстяной тканью, а под ним начинают двигаться силуэты. И по окончании выступления фокусник беседует с детьми, задают им такие вопросы, что необычного в этом театре, почему силуэты двигались. И если дети не отвечают, то обозначают, что когда мы трем стекло, на него переходит электронность ткани. В результате образуется электрический заряд, который притягивает силуэты. И какая бумага использована для приготовления танцоров? Почему к ноге каждого танцора приколота булавка? Опять же, почему? Чтобы не взлетело и не прилипло к стеклу. Предлагает поуправлять этими артистами, предоставляет им возможность самим повторить этот фокус. И также хочу еще вам рассказать об одном эксперименте, который называется «Музыка воды». Детям задается вопрос, задумывался ли кто-нибудь, что простейший музыкальный инструмент можно сделать из стаканов с водой. И для этого понадобится 5 стаканов, причем только берем стаканы из тонкого стекла. Также понадобится карандаш, либо какая-то деревянная палочка. И ставим стаканы в ряд. В каждый из них наливаем разное количество воды. Вот здесь ключевой момент, потому что за счет разного количества воды будут разные звуки. И легонько ударяем карандашом или деревянной палочкой по стакану. По одному, например, наименьшее количество воды. Потом по более полному стакану. Прислушиваемся к звукам и определяем, какой, где будет глухой, а где нет. И так проходим по всем стаканам, можем сыграть мелодию. В результате этого эксперимента делается вывод, что каждый из стаканов издает свой звук при касании его карандашом. И все зависит от количества воды в стакане. Причем наиболее низкий глухой звук издает тот, у которого вода налита почти до краев. Опять же вопрос, а почему так происходит? При ударе карандашом или палочкой по стеклу вода в стакане начинает колебаться. И благодаря вот этим колебаниям она звучит. Наши уши воспринимают звуковые волны, которые создаются при ударе карандаша о стенке стакана. И затем уже эти волны проникают сквозь стекло и воду, снова отражаются от стенок стакана и попадают в воздух. Вот таким образом. Еще тоже один эксперимент. Шарик-усилитель звука. Понадобится воздушный шарик. Педагог обозначает детям, если у вас хороший проводник звука, то вы без всяких усилий сможете услышать даже шепот. Для этого вам нужен всего лишь надувной шарик. И порядок выполнения какой? Надуть шарик, завязать его, хорошо прижать шарик к одному уху и легонько постукивать по поверхности шарика. И тогда слышится довольно громкий звук. Опять же, почему так происходит? Когда шарик надувается, молекулы воздуха внутри него максимально приближаются друг к другу. И такое приближение молекул в ограниченном пространстве позволяет им стать гораздо лучшим проводником звуковых волн, чем обычно воздух вокруг нас. Поскольку все-таки я логопед, то стараюсь связать экспериментальную деятельность детей с изучаемой лексической темой, чтобы закрепить данную лексическую тему. И помимо закрепления изученной темы, мы совершенствуем связанную речь, развиваем логическое мышление. Например, при изучении лексической темы продукта питания провожу такой эксперимент. Сколькими способами можно есть хлеб? И в качестве оборудования на каждого ребенка у нас должно быть, материал оборудования должно быть на каждого ребенка. И соответствовать гигиеническим нормам. Что здесь? Сдаю вопрос. Какой бывает хлеб? Дети отвечают. Белый, черный, сладкий, кислый, свежий, вкусный и так далее. И дальше. Нужно придумать разные способы, как можно есть хлеб. Примерные варианты, какие могут быть? Отрезать, отломить, откусить, отщипнуть, взять губами, покормить кого-то и так далее. Подводятся итоги и выявляется, кто больше придумал способов, как можно есть хлеб. Делаются выводы. Человек может использовать большое количество разных способов, чтобы есть хлеб. Или еще эксперимент, проверка вкуса. У каждого же из нас есть любимая еда. А каким образом мы понимаем, что одни продукты вкуснее других? Благодаря этому опыту дети смогут убедиться в том, что наше восприятие вкуса зависит от запаха продуктов. Нам необходим кусочек сырого очищенного картофеля и также кусочек очищенного яблока. И яблоко и картофель должны быть нарезаны одинаковыми кусочками, чтобы дети потом не могли разграничить, где яблоко, а где картофель. И каков порядок выполнения? Ребенку предлагается закрыть глаза и перемешать кусочки яблока и картофеля. Крепко зажимают пальцами нос и по очереди нужно съесть сначала один кусочек, потом второй. Что происходит? Когда жуешь с плотно зажатым носом, очень сложно определить вкус продукта. И в данном случае картофель и яблоко будут иметь одинаковый вкус. Опять же, задаю вопрос, почему так происходит? Слушаем ответы. Если что, проговариваем, корректируем, что наш организм устроен так, что мы можем ощущать вкус только при участии органов обоняния. То есть мы одновременно ощущаем вкус и запах пищи. Когда основные вкусовые ощущения соленые, горькие, сладкие, кислые соединяются с запахом, мы различаем индивидуальный вкус каждого продукта. Поэтому при сильном насморке вся пища кажется пресной, невкусной. предлагаем им вспомнить, что когда вы болели и кушали, чувствовали ли вы вкус продуктов. И сейчас хочу напомнить, все вы прекрасно знаете, хочу напомнить эксперимент из нашего детства, называется домашний лимонад. Я думаю, что все его делали, поэтому не будет открытия. Моим детям тоже доставляет это удовольствие. Нам понадобится лимон, либо можно взять лимонную кислоту, питьевая вода, чайная ложка питьевой соды, сахар по вкусу, стеклянный стакан и чайная ложка. Выжимаем из лимона сок в стакан, добавляем воды, растворяем в стакане соду и сахар. И пробуем получившийся напиток. Что происходит? То, что получилось, это и есть самый настоящий газированный лимонад, который продается в магазинах. Только он еще и хоть полезный будет без красителей. Опять же, почему так происходит? Когда в разбавленный лимонный сок добавляется пищевая сода, происходит химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. То есть, те самые пузырьки, которые у нас и получились. Еще тоже дети в восторге вот от такого эксперимента, называется медуза в бутылке. Понадобится пищевая бутылка с крышкой, пищевой краситель или акварельная краска синего цвета, ножницы, глицерин, прозрачно-полиэтиленовый пакет и нитка. И прозрачно-полиэтиленовый пакет разрезаем так, чтобы получился квадрат. Но я примерно где-то 30 на 30 сантиметров беру. Обычно вот эту заготовку делаю я сама вне занятия, уже на занятия приношу готовую. Далее делается туловище медуза. Для этого центр вырезанного квадрата собирается в небольшой шарик. Это уже с детьми мы делаем. И завязывается ниткой, но не крепко, так как в этот шарик должна проникнуть как раз таки вода. Затем полиэтилен под шариком разрезаем на тонкие полоски. Причем одни полоски нужно сделать короче, чем другие, разной длины, чтобы были. В туловище медузы наливаем немного воды, но заполняем его не полностью. Там должен остаться воздух. Дальше помещаем медузу в бутылку. Наполняем бутылку водой, добавляем несколько капель красителя и глицерина. Дальше нужно закрутить бутылку пробкой и перевернуть. Что в итоге происходит в этом эксперименте? Медуза всплывает. Опять же задаем вопрос, почему так происходит? Медуза всплывает благодаря воздуху, которое есть в ее туловище. и для этого как раз еще что хотела здесь обозначить, поскольку я работаю в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и дети, которые у нас получают услуги из семей, которые находятся в социально-опасном положении. То есть таким образом здесь получается, что важное место среди других тем у нас является тема личной гигиены. И для того, чтобы показать наглядно важность мытья рук, я использую следующий эксперимент. Для этого эксперимента нам понадобится вода, черный молотый перец или корица и жидкое мыло. И сейчас я хочу предложить вам посмотреть видеоролик короткий. Сейчас я его выведу на экран. Посмотрите. короткий ролик, но очень показательный. И дети мотивируются гораздо быстрее, чтобы мыть руки. Что еще? Летнее время мы проводим эксперимент на улице во время прогулок. И здесь хочу отметить, что у меня в циклограмме стоит совместное с воспитателем занятие во время прогулки. Это проектная деятельность. Необычные пузыри. Нам что понадобится на слайде поместила. как это делать все. Сейчас расскажу в чем заключается суть. Возьмите стакан с водой, налейте в него чайную ложку глицерина и тщательно перемешайте. Затем в смесь воды и глицерина добавьте чайную ложку жидкости для мытья посуды. И снова хорошо все перемешайте. У вас должен получиться в итоге однородный раствор. На одну руку наденьте хлопковую перчатку, в другую возьмите трубочку и опустите один конец в раствор. Выдуваем мыльный пузырь, дальше ловим рукой, на которую надета перчатка. Причем ловить пузыри и играть с ними можно рукой только в хлопковой перчатке. Так они будут оставаться целыми. Поскольку одним из компонентов мыльной смеси был глицерин, то именно он усиливает оболочку пузырей до такой степени, что они не лопаются при касании. Также еще можно использовать эксперименты с песком. Например, погружение предметов в мокрый, в сухой песок. Тоже проведите такой эксперимент, отметьте что и вывод какой будет здесь, что в сухой песок предметы погружаются глубже, чем в мокрый. Еще один эксперимент при изучении лексической темы зима мы проводим эксперимент почему снег мягкий. И детям предлагается понаблюдать как кружится падает снег, пусть дети сгребут снег, затем ведерками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что ведерки со снегом очень легкие, а летом они носили в них песок, и тогда они были тяжелыми. Затем дети рассматривают хлопья снега, которые падают на черную бархатную бумагу, через лупу разглядывают, и они видят, что это отдельные снежинки, которые сцеплены вместе, а между снежинками что? Воздух, поэтому снег пушистый, и его легко поднять. Опять же, делается вывод на основе эксперимента, что снег легче песка, так как он состоит из снежинок, между которыми много воздуха. Дети еще также могут здесь дополнить из своего личного опыта, могут обозначить, что тяжелее снега, вода, земля, песок, и многое другое. еще тоже тут в рамках лексической темы зима, почему снег греет, и предлагается детям вспомнить, как их родители на даче, если у кого, конечно, есть дача, защищают растения от морозов, укрывают снегом. Спросите детей, надо ли их уплотнять, прихлопывать снег около деревьев. Опять же, нет, почему? В рыхлом снеге много воздуха, и он лучше будет сохранять тепло. А это еще можно и проверить. Каким образом? Перед прогулкой наливаются в две одинаковые бутылки теплая вода, и бутылки закупориваются. Дальше детям предлагается для наглядности потрогать, убедиться в том, что в них, в этих бутылках, обеих бутылках вода теплая. Затем на участке одну из бутылок ставят на открытое место, а другую закапывают в снег, но при этом бутылки ставят рядом и сравнивают, в какой бутылке вода остыла сильнее, а в какой осталось или не так сильно холодной стал, не такой сильно холодной. И вывод какой? В бутылке под снегом вода остыла меньше, значит снег сохраняет тепло. И в заключение еще хочется раз подчеркнуть, что возможности для развития познавательно-исследовательской активности детей очень велики. И задача педагога стремится как можно чаще создавать для этого необходимые условия. Ведь содержание образовательной программы выполняет роль средства развития и подбирается по мере постановки и решения развивающих задач. Спасибо огромное за внимание, спасибо за отзывы, очень приятно благодарю, рада, что наш вебинар оказался полезным, ждем вас на наших последующих вебинарах, еще раз спасибо за ваши отзывы, очень ценно и важно. Всех благ и до встречи. Продолжение следует...